доброе утро продолжается программа утро на стс начало нового дня начала новой недели уже понедельник а мы решили забежать вперед и понимая что на этой неделе вы будете трудиться вы будете выполнять какие-то может быть обещание задания в общем неделя как всегда конечно будет насыщенной наполненной событиями и хочется каждые выходные потом суметь расслабиться суметь провести время так чтобы вновь появился энтузиазм с понедельника идти на работу вот как это сделать оказывается существует за границей уже давно такая практика как wellness weekend что это такое мы сейчас разузнаем потому что в молдове уже тоже такие уикенды проводятся каким образом этим можно воспользоваться для себя любимого мы сейчас и поговорим в гостях у нас кристина филипп нутрициолог доброе утро также надежда герман массажист кинотерапевт вот такая практика weekend посвященный заботе о себе вот что это собой представляет в комплексе я ведь понимаю что мы говорим не только о том чтобы там не знаю какие-то полезные продукты выбрать да или не только чтобы там маску для лица сделать это нечто комплексное вот что и ну честно говоря мы все живем в бешеном ритме и у нас самая большая наша глобальная проблема это что это нехватка времени правильно то есть нам хочется конечно же и поработать хорошо и отдохнуть качественно и поучиться чему чему-нибудь и в принципе следи за тенденциями в мире и так далее так вот wellness weekend это возможность и обучиться чему-то новому и качественно хорошо разгрузиться перезагрузиться в полном понимании смысла смысла отдых и конечно же устроить себе такой wellness wellness выходные когда ты сможешь ну расслабиться по полной программе сделать это очень правильно и качественно с правильными людьми в правильном сопровождении вот что касается правильных людей в правильном сопровождении у нас нутрициолог и массажист какие-то еще специалисты предполагаются расскажите кто еще но потом по вашим специальностям уточним кто еще будет инструктор по пилатесу аделла гавриленко она одна из лучших специалистов своей области прошла обучение за границей и что именно будет на этих на выходных следующих получается на людей познакомить с плата сам и объясняет что это такое зачем это нужно и даже для начинающих это отличная возможность узнать для себя подходит ли это для них попробовать уже именно потому что многие понимают не понимают до конца что это такое и это смогут объяснить только профессионал что касается вот нутрициологии например да вот как можно не знаю свой багаж знаний пополнить на это рассчитано да ну вот немножечко продолжить тему пилатеса почему мы выбрали именно направление пилатеса потому что пилатес относится категории body and mind да то есть это не просто руки и ноги в мир вверх попрыгали побегали то есть это немножко более глубокое осознание и понимание как работает в не то чтобы каждая мышца от тела как система да поэтому вот это очень такое вот именно более глубокое понимание свое тело это будет первый рычаг на которым благодаря которому будем воздействовать на людей второй рычаг возьму в разды правления я это будут два не буду называть это семинаром я назову это общение на тему питания опять же не я не буду говорить людям не кушайте конфетки да и так все это понятно и так далее а я буду затрагивать более глубокие моменты опять же исходя из своей практики но наверное 80 процентов людей которые ко мне приходят первый вопрос который они мне задают я все делаю правильно почему я не худею я шесть раз в неделю хожу на спорт я вроде бы не ем сахар и так далее но у меня все равно есть вот какие-то нюансы по фигуре которые ну никак нет качества движения и поэтому я буду немножко прокачивать их в план в плане скрытых причин застоя вес на которые они возможно даже не обращали внимание да то есть там не будут конкретно дата не кушайте конфетки а будет будут проговариваться причины какие-то скрытые на которые он реально не обращает внимание и тот же стресс кстати в течение недели он ведь тоже может быть этой причины он может провоцировать выработку гормона стресса кортизола который не будет вам отпускать жиры и так далее там тот же недосыпь и так далее то есть куча нюансов есть которые мы вообще никогда не берем в учет но которые реально очень сильно влияют на возможность или невозможно невозможно сбросить вес и вторая тема у меня будет все-таки знаете мифы апп и из разряда какие-то правильные продукты которые вообще на самом деле ничего не правильное и почему-то все считают что это правило возьмем там пример какие-то йогурты магазины до которых строго на письме фитнес особенно вот это самое главное 0 процентов жирности и так далее то сити очень много этих вот всяких штучек на которые люди ведутся и вот по таким моментам я тоже буду их прокачивать чтобы они не были жертвами маркетологов для того чтобы они были думающими людьми которые вернутся в кишинев через два дня и смогут заново по-новому посмотреть на то что они кладут свою корзину так тесны с точки зрения нутрициологии понятно чему посвящены вот такие для себя выходные что касается массаж массаж это третий рычаг именно что касается воздействия всех этих факторов внешних до стресса и тому подобное внешних и внутренних они очень и очень отражаются на качество нашего тела у нас появляются блоки на уровне плечевого пояса и на уровне шеи в принципе как бы везде есть определенные точки которые еще называются триггерные они всегда очень болезненно так вот мы за два дня естественно это не будет возможность сделать прям целый курс но по крайней мере человек на этих выходных может увидеть где что у него какие слабые места проработать именно те болезненные точки может он узнает какие-то еще у него значит то моменты как допустим сутулость неправильная осанка да то есть там будет еще проблема со сном даже одна процедура массажа может уже быть результативно именно вот это на сне то есть человек может выспаться в конце концов и почувствовать качество сна хорошо помимо этого мы хотим сделать два вида массажа то есть путь классические как на обычном столе получасовое и мы хотим еще дать возможность людям попробовать на стульчики еще называется офисный массаж это массаж воротниковой зоны в основном машина воротниковой и они попробуют что-то новое для себя и не обязательно будет приходить допустим к нам вода в салон кабинет медицинский центр а вызывает допустим массажистов в офисы появляется уже такая услуга да я знаю что за границей есть у нас всегда это очень тяжело приходит как обычно но вот мы хотим познакомить людей еще с этой услугой и они почувствуют себя насколько это будет комфортно то есть стресс можно снимать и в течение недели конечно прямо не выходя с работы то есть у человека реально появится возможность тотальной перезагрузки то есть и ментальной и духовной и физической и эмоциональной то есть мы он посвящает нам свои два дня а мы прокачиваем его просто всеми возможными рычагами насколько это получается чтобы он и релакснулся по максимуму и пополнился важной информацией и получил качественные какие-то знания качественное движение до движения и его и движения по отношению к нему в том числе но это в первую очередь преимущество потому что экономия времени если человек сам начинает планировать так записаться на массаж так вот здесь вот это кажется что это очень много времени а выделить вот эти часы всегда очень сложно тут все это правда и еще кстати вот один момент вот представляем все вот эти вот услуги да и представляем что все это за городом все это бассейн птички небо обещает хорошую погоду все это сопровождается попиванием смузи купанием в бассейне слушанием тех самых пени и того самого пения птичек и так далее то есть это конечно все еще в шикарной атмосфере на одной из лучших баз в воду и воды и поэтому это будет очень круто а как пришла идея таких выходных столкнулись с тем что где-то это практикуется ли просто поняли что есть запрос такой вот у людей которые приходят своими вопросами проблемами на самом деле давным давно во всем мире это все уже давным-давно практикуется есть всякие у нас викинды есть фитнес-викинды то есть люди уже но достаточно медийные люди уже но лет десять по крайней мере я об этом слышу точно они выезжают с группой людей куда-то боли тайланд турция и так далее так далее проводят вот такие вот фитнес-викинда в основном чаще всего это фитнес-марафоны до когда они тренируются каждый день допустим два раза в день утром чего-нибудь что-то наподобие йоги пилатса и так далее вечером какие-то тусовки и так далее и это во первых очень сильно помогает перезагрузиться во вторых это новые знакомства потому что ну я абсолютно убеждена что люди которые выберут или выбирают такой отдых это люди немножко другого уровня которым недостаточно шашлычок которым недостаточно просто вот но типично то есть они идейно как-то уже объединены уже не на одной волне это правда и это люди которые хотят чего-то больше чем просто лежание на бассейне и попивание под водички может быть и для этого и даже те же тем билдинге которые организовывают да для офисников это уже первые шаги вот когда даже волны суки я вам желаю успеха в вашем проекте пусть действительно это станет популярно и интересно нашу граждан потому что работайте много нагружать себя это мы умеем а вот так чтобы качественно расслабляться вот этому еще нам предстоит с вами научиться ну что ж а мы тем временем движемся далее кстати программа утреная стес продолжит саша вьеру он побывал на дне открытых дверей в парламенте что ему там удалось разузнать сейчас посмотрим